Честно, кажется, что эти решения не просто приняты, они уже реализуются, если честно. Когда речь идет о цене вопроса в сотни, а это сотни миллионов долларов, никто не будет заниматься вот этой игрой, мы начнем готовить, вы начнете готовить, кто там первый, значит, что касается авиации и предоставления, как минимум, разрешения на реэкспорт, об этом были публичные заявления о том, что мы, американцы, мы не против, эксплуатантов очень и очень много, поэтому вполне возможно, если вы это сделаете, то пожалуйста. Но мне кажется, главный дипломатический напор Соединенных Штатов сделается как раз на то, что это противостояние не США и России на территории Украины, а всего западного мира, и американцы очень сильно заточены на то, чтобы ни у кого не возникло впечатления, что это война Белого дома или официально Вашингтона против наших дорогих и диких, и очень агрессивных соседей. И в этом плане оно все укладывается в одну такую канву. И вообще, согласись, есть такое мнение, что вопросы поставок, они работают так, или об этом не сообщается вообще, и примеров было достаточно много, как с ракетами Харм, когда уже их начали возле уничтоженных российских комплексов РЭП находить, и они говорят, ой, ну да, мы начали поставлять. Или заявляется о их передаче в тот момент, когда они уже на территории Украины. И частенько личный состав уже прошел соответствующую подготовку и так далее. Вполне возможно, что здесь точно такой же момент. И знаешь, я вот вспоминаю прогноз нашего начальника разведки Кирилла Буданова. Он самый большой оптимист в этой стране. И в части освобождения Крыма и других территорий. Так вот, на самом-то деле, его прогнозы могут сбыться только в одном единственном случае. Если на Украине на помощь придут другие страны. Например, российские пилоты умрут вследствие того, что пилоты западных самолетов натовских стран, и мы все их прекрасно знаем, уйдут в отпуск. И в рамках проекта F-16 можно купить в любом военторге. И пилоты этих самолетов, по велению своих сердец, ушли в отпуск для того, чтобы бороться с фашизмом и окажут нам воздушную поддержку. Это единственный момент, который действительно несет риски для нашей сухопутной группировки. То есть отсутствие самолетов. И на самом-то деле, в этом какая-то логика есть. Я не знаю, как это будет решено, но давай просто еще раз всем проговорим. Мы все же видим документальные кадры из Бахмута. Там и разорванные в клочья, и Хамви, и каких только бронемашин, подбитых с нашими парнями, только нет. Значит, это говорит о том, что нет универсальной техники западного образца, которая сама по себе может действовать. То есть, если проводить какие-то контрнаступательные мероприятия, такого масштаба, о чем говорится, с учетом того, что в это потрачено десятки миллиардов долларов, то, наверное, это будет как-то странно, если они, наши новенькие красивые леопарды, пожгут своими, допустим, теми же планирующими бомбами. Поэтому я просто так все веду к тому, что помимо таких бесконечных публичных заявлений на тему, когда же вы начнете контрнаступление и так далее, и так далее, все равно просматривается вот этот вот системный подход. Поэтому я считаю, что если стоит вопрос подождать передачу в 16, или привлечение иностранных пилотов, то, как угодно это будет оформлено, не имеет значения. Зеленский вообще может всем гражданство Украины выдать одним указом. Вот всем пилотам F-16, кто хочет ездить в Европу без виз. Пожалуйста, украинские паспорта и доплата от президента Байдена в размере 100 тысяч гривен к зарплате, так на секундочку. Все это гарантируется. Но вопрос о том, насколько важно, что нам даст приезд этого спецпосланца. Потому что Соединенные Штаты сказали, что это очень важно, потому что Китай должен почувствовать официально от Украины нашу позицию в том, как должна закончиться эта война. Чего ожидать от визита, власне, Ли Хуэя, до нас? Не зважаючи на то, что я не применшую значение всех гравцов святовых, стосовно, как они розмирковывают, как закончится эта война, но и сегодняшняя ночь, и події на поле боя в Бахмуте показали, что, как закончится эта война, все-таки будут не они. И многое в чем, конечно, зависит от того, как наши партнеры зараз ориентуются и сделают коррекцию в своих планах и стратегиях. То, что я бачил, разработки экспертные, разные обговорения, я думаю, хай они выкинуть их в смятник зараз. То есть еще надо дивиться на развитие событий, и все, что может измениться очень серьезно. Теперь, что до Китая. Это хорошо, что у нас как-то налагодилось обмен информацией прямою с Китаем. И вы знаете, что я говорил неодноразово, я вважаю так и до сих пор. Китай не может быть посередником. Він может вплинути на Путіна, он может вплинути на Россию, он может вплинути на ситуацию, но вряд ли можно говорить про посередництво. Больше того, это окремое вопрос, если там будет предмет для посередництва в завершении войны. Он может быть за различными сценариями завершиваться. А вот то, что они могут действительно отримать информацию с первых уст в Киеве, в Варшаве, в Париже, в Берліні, и интересный перелик этих стран. То есть все-таки все мы партнеры, и мы понимаем ситуацию очень хорошо с Российской войной. Это хорошо. Как это завершится, сложно сказать, потому что Китай вряд ли сделать какой-то кардинальный сув или смену своей позиции. Она базируется на их национальных интересах, как они их видят. И она пока точно до сих пор не на нашу пользу. Хотя многое, что Китай не сделал, это очень хорошо для сегодняшнего ситуации. Если он сделал ошибки раньше, то очень сложно было бы говорить о будь-якой миссии сейчас. Но я хочу вам сказать, честно говоря, я очень скептично ставлюсь до будь-яких посередницких миссий. Сейчас он уже президент Певно-Африканской республики заявил, что приедут тут с африканской миссией в Киеве и Москве, что они план миру свой привезут. Я бы хотел, чтобы он лучше Путину и тому же Лаврову всем поведомлял приезд на Брикс до себя в Киеве, военным злочинцам, а не заявлял, что они придумали африканский план миру. Но у них столько своего проблем, и там, и в других точках света, что лучше думают, как помогли. Завершение войны – это победа Украины. Вот мы наближаемся все ближе и ближе до цієї формули. Формула стабильного мира в центре Европы – это победа Украины. И от этого никуда не динешься. Поэтому я думаю, что ознайомление ситуации чудово. Росияни ему еще дали возможность лучше ознайомиться ситуацией. Показали всю месть их нового оружия, которое Китай, до речи, купил, и хоть хотел там на цьому будувати какие-то свои сегменты. Ну, сейчас они зрозумели. Ну, но ожидать от китайцев, что прямо они сейчас натиснуть на Путину, я бы так же не став. Хотя вода камень точит. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.